Израиль за неделю на Народной Волне Израиль за неделю на Народной Волне Очень сильная неприятная жара, влажная жара И хорошо только тем, кто на отдыхе около моря, около бассейна Ну или около кондиционера Я слышала, что у вас та же самая проблема У вас тоже очень жарко А в Нью-Йорке даже вырубил электричество Потому что очень многие включали кондиционеры на полную мощность И было большое потребление В общем, и у нас, и у вас жарко Так вот, в еврейской традиции Эти три недели От поста 17-го Томуза, который был вчера До поста 9-го Ава Который будет у нас через три недели Эти дни называются дни между тесним И считается, что это дни Очень опасные для еврейского народа И большинство плохих вообще каких-то событий, катастроф Все приходятся именно вот на эти три недели В эти три недели соблюдаются некоторые ограничения Не стоит как-то покупать новые вещи Слушать музыку и так далее Такие вот полутраурные три недели Когда нужно тихо-тихо, так сказать, готовиться к дню 9-е Ава И не позволять себе забывать о трагических событиях Напомню просто, что вчерашний пост 17-я Томуза Он был сделан в честь дня Когда были разрушены стены Иерусалима И, как говорит наша еврейская традиция Еще до этого этот пост был объявлен Из-за самого большого греха еврейского народа Создание золотого тельца Вообще название золотой телец Вошло в традицию всех христианских народов И мусульманских Думаю, что не нужно объяснять, что это был загрев Но главное, что Маше, который получил через 40 дней на горе Синай Скрижали завета, то есть Тару Увидя такой большой грех еврейского народа Разбил эти первые скрижали И вынужден был потом отправиться И получить вторые скрижали из рук Всевышнего При этом Всевышний очень сердился И говорил, что Маше, давай я уничтожу Этот согрешивший народ И от тебя, как от Авраама Будет новый народ Но Маше заступился за свой народ И уговорил Всевышнего не делать этого Более подробно, если у нас останется время Я расскажу о традиции О том, что положено, что не положено делать В эти три недели А теперь переходим к политике Тем более в политике так же жарко, как и на улице Потому что у нас менее чем через два месяца выборы Напоминаю, 17 сентября в Израиле снова выборы Можно сказать, повторные выборы Потому что предыдущие не дали возможности Сформировать, однозначно сформировать Коалицию с устойчивым большинством Но сначала, как всегда, новости Которые касаются и Израиля, и Америки Во-первых, Нитониагу очень высоко оценил Деятельность нашего посла в Америке Рона Дермера И сказал, что он продлевает срок его полномочий Как минимум еще на год То есть, по-видимому, действительно Рон Дермер приложил свою руку К тому, что у нас сейчас с Америкой Такие хорошие отношения Да, действительно, главное, что Трамп Так дружественно относится к Израилю Что американский народ дружественно относится к Израилю Но все-таки посол Это деятельность посла Деятельность посольства Всяческое там Это тоже очень важно Во-вторых Джеральд Кушнер Зять и помощник Трампа Приезжает на следующей неделе На Ближний Восток Он посетит Израиль Он посетит арабские страны Такие, как Египет и Ордания И, по-видимому, он будет здесь Пытаться дальше готовить продолжение Вот этой самой сделки века По поводу которой уже был Экономический саммит в Бахрейне Я вам про него рассказывала Кроме того, Кушнер посетит Саудовскую Аравию И с Саудовской Аравией У Америки, по-видимому, налаживаются отношения Потому что Саудовская Аравия Дала разрешение на размещение Американских войск Ну, а там, где стоят Американские войска Там и нам Нам, израильтянам Тоже, в общем, спокойнее Ну, и последняя новость Я в прошлой передаче рассказывала Что очень скоро Исполняется Вот на этой неделе Исполнилась Срок правления Нашего премьер-министра Натаниягу Превысил срок правления Нашего самого-самого Известного И самого длительного Премьер-министра Первого премьер-министра Израиля Давида Бен-Гуриона Он довольно долго был у власти Но вот Натаниягу Натаниягу в обе В два этапа С перерывом Превысил сейчас срок Бен-Гуриона И с таким достижением Его поздравил ваш президент Трамп Натаниягу В прессе Говорит, что он Если ему дадут возможность продолжить То он продолжит свои достижения И перечисляет Что действительно при Натаниягу Вопрос Действительно это заслуга Натаниягу Или заслуга то, что он уже не мешал Скажем так Но В период правления Натаниягу Довольно длительный Израиль действительно стал Одним из Самых передовых Самых развитых стран Но про экономику мы поговорим Если у нас останется время А сейчас Наверное нужно объявить телефон И я хотела бы перейти К предвыборной политике Сергей Я напомню Телефон в студии 847-400-5200 Если будут вопросы Пожалуйста звоните Но возвращаясь К Рону Дермеру Они все похожи Довольны тем Что Натаниягу Оставил его Еще на один год В заявлении Яир Лапида Звучало примерно так Этот человек заставил Демократическую партию Не хотеть разговаривать с ним Американское еврейство Не хочет говорить с ним И он призывает Генерального прокурора Не одобрять Продление Срока Его полномочий Перефразируем Старинную российскую пословицу Что правым здорово То левым смерть Я думаю Хамас тоже не хочет Разговаривать с ним Вот Значит Левые у нас Ориентируются на Демократическую партию Которая выкручивает руки Израилю Которая Всячески Так сказать Терроризировала Израиль Требовала от него Различных уступок И так далее И так далее А Республиканская партия Относится к Израилю Совершенно по-другому И глава ее Трамп Совершенно по-другому Относится к Израилю И Рон Дермер Наладил Хороший контакт С республиканцами А с демократами Которые против Израиля Действительно О чем с ними разговаривать Продолжим Мы хотели о чем-то еще Тогда Значит Напоминаю У нас До выборов Осталось меньше Чем два месяца И основные новости У нас Крутятся Вокруг того Какие партии И какие союзы Будут организованы До подачи списков Первого августа Первого августа Должны быть уже Поданы окончательные Списки То есть Партии Которые хотят Кооперироваться Друг с другом Делать технический блок Или Как-то объединяться Они должны Решить Давайте Мы вернемся к этому Примем звонок А потом вернемся К предвыборной Вот этой Манипуляции Добрый день Пожалуйста Добрый день Сергей Добрый день Ася Мой вопрос Кстати будет Касаясь Предстоящих выборов Во-первых Скажите Как-то Вы говорили Раньше Об этих личностях Но Об этом Новые правы Это Шахет И Беннет Как вы Рассматриваете Эту Двойку Довольно-таки Влиятельную Довольно-таки Интересную В правом лагере Потом Второй вопрос Очень быстрый О визите Бенемина Нетаньяху На Украину В августе Месяце И еще О том О достижении Вашего правительства На протяжении Последних лет Которого Руководить Нетаньяху А к вам Приехала Делегация Из журналистов Саудовской Аравии Из Ирака Совершенно Немыслимая Прежде Да Согласны с вами Пару лет назад Сказалось бы Что это Какая-то Сказка Страны Которые Не имеют С вами Никаких Отношений Вот и все Про это Пожалуйста Расскажите И мы С удовольствием Вас послушаем Спасибо Ну Начнем Как я и хотела С партии Новых правов Беннет и Шакет Как известно После прошлых Выборов Шакет Так сказать Сказала Что она еще Обдумает Будет ли она Продолжать Находиться В партии Новые правы Или Выберет Какое-то Из других Лесных Для нее Предложений Потому что По всем Опросам Именно Шакет Как это Не странно Правые Религиозные Избиратели Предпочитают Светскую Женщину Во главе Правых Партий И Шакет Наверное Обсуждала Какие-то Другие Варианты Возможно Она думала Вернуться В Ликуд Возможно Говорят Что и от Либерману К ней Поступало Предложение Говорят Судя по Прессе Но На данный Момент Шакет Снова Объединилась С Беннетом Они Об этом Было Заявлено На пресс-конференции Шакет Получила Первое Место Она Стала Главой Партии Новые Правые Напомню Что на Прошлых Выборах Главой Беннет Теперь Шакет Стала Главой Партии Новые Правые И Их Партия Продолжает Обсуждать Вопросы Объединения Шакет Сказала Что она За то Тут Очень Интересный Момент Наступает С одной Стороны Шакет Говорит Что вот Она Хотела Объединиться Со всеми Правыми Партиями Которые Находятся Правее Лику В первую Очередь Это Объединенный Правый Список Это у нас Равин Перец И Бецалель Смотрич То что Раньше Называлось Мавдалем И Худлеуми И Здесь Ведутся Переговоры С одной Стороны Опросы Говорят Что эта Партия Получит Больше Если Шакет Будет Во главе Нее С другой Стороны Эта Партия Религиозная Традиционная И они Совершенно Справедливо Опасаются Что Может быть Они Привлекут Новых Избирателей Если Во главе Станет Светская Женщина Но Они Могут Оттолкнуть Свой Традиционный Электорат Который Будет Если Еще Готов Будет Голосовать За Женщину Во главе Партии То За Женщину Светскую Это Очень Большой Вопрос А партия Напоминаю Традиционно Религиозную Кроме Того Кроме Того Опросы Показывают Что Если Все Правые Партии Соединятся В одну То Это Вам не Математика Тут 2 плюс 2 4 Не Дает К сожалению Объединение Правых Партий Дает Меньше Голосов Чем Если Они Пойдут По Отдельности Но Но При этом Учитывая Очень Высокий Электоральный Барьер Четыре Четыре Мандата Есть Опасность Что Опять Какие-то Партии Могут Не Пройти Поэтому Оптимальным Вариантом С точки Зрения Опросов Предвыборной Статистики Оптимальным Вариантом Было бы 2 2 Правые Партии Одна Более Религиозная Более Традиционная Вот Это Список Объединенный Правый Список Другая Уже Больше Реверанс В сторону Светского Израиля Потому что Напомню Перед Этими Выборами Либерман Раскрутил Как основной Вопрос Не Проблему Арабов Не Проблему Ирана Не Проблему Дороговизны Жизни Дороговизны Квартир Израиля А именно Проблему Ненависти По отношению К ультра Ортодоксам Как это Не печально В прошлые Свои Предвыборные Компании Либерман Строил Предвыборную Компанию На Так сказать Риторики Очень Острые Риторики Против Арабов Сейчас У него Самого В партии Был Араб На Реальном Месте Про Арабов Забыли Либерману Напоминают Как же Ты же Обещал Уничтожить Исмаил Лохонею А он До сих Пор Себе Процветает Значит Про Нападки На арабов Либерман Забыл Начисто Он Раскручивает Пропаганду Против Ультрарелигиозных И здесь В ход Идут Просто Все Антисемитские Стереотипы Вот то Что мы Слушали Про Евреев В Советском Союзе Они Не Работают Они Не Воюют Не служат В армии Они сидят На нашей шее И так далее Они пытаются Нас ограничить И лишить Того сего Пятого Десятого Вот В худших Традициях Антисемитской Риторики Идет Вот такое Раскручивание Поэтому Поскольку Вот накален Этот вопрос Было бы Очень Разумно Выставить Правую Более или менее Светскую Партию Во главе Которой Могла бы Стоять Шакет Шакет и Беннет И обсуждается Объединение Во-первых С Небольшой Партии Ацмали Исраэль То есть Мощь Израэля Это Адвокат Итамар Бенгвир Который Был в составе Объединенных Правых Но На данный Момент Они не хотят Его брать В свою Команду И Партия Зиуд Партия Маши Фейглина Которая Тоже Вела Переговоры С Беннетом Еще до того Как Беннет Объединился Опять шакет Была Длительные Переговоры С Беннетом Потому что Партия Зиуд Тоже Позиционирует Себя Не как Религиозная Партия Но и Не как Антирелигиозная И Один из Один из Религиозного Насилия Это Навязывание Парада Гомосексуалистов Святом Для Многих Евреев Христиан И Других Конфессий Городи Иерусалим Значит Вот Тезис Убрать Как Религиозное Насилие Так и Антирелигиозное Насилие Чтобы В каждом Городе Жители Сами Определяли Будут там Открыты Дороги И магазины По субботам Или не будут Что там Так сказать Какие Религиозные Что Что Будет А что А что Не будет Так вот Шакет Еще раз Возвращаюсь К вопросу Шакет и Беннете Шакет пользуется Очень большой Популярностью Они идут Сейчас под Лозунгом Что Беннет Будет Воевать С Хамасом А Шакет Будет Воевать С Богатцем Напомню Богатц Это Верховный суд Израиля Суд Известный Своей Очень Несбалансированный Позиции Суд Который В совершенно Симметричных Случаях Осуждает Евреев И защищает Арабов Хотя Надо сказать Что последнее Решение Богатца Было Как раз Вполне Взвешено Арабы Подали Апелляцию Арабы Хеврона Они хотели Выселить Евреев Из двух Домов В Израиле Дома Особенно В таких Исторических Районах Они Носят Собственные Имена И два Дома Бейт Рахель И Бейт Лея Дом имени Рахель Дом имени Лея Евреи Купили Его Купили У Арабов Это было Довольно Сложно Поскольку У Арабов Принята Смертная Казнь За продажу Недвижимости Евреям Тем не менее Через подставных Лиц Евреям Удалось Купить Эти дома Удалось Их Заселить И Арабы Подали В Богатц Петицию Что Мол Там где-то У них Какая-то Там земля Еще что-то Ну Богатц Эту Апелляцию Отклонил В общем Иссоячие Часы Иногда Показывают Правильное Время Как говорится Так вот Про Беннета И Шакет Наверное Я ответила На ваш вопрос Вы говорили О достижениях Вы спрашивали О достижениях Давайте мы Наверное О достижениях Поговорим После перерыва Экономика Уже Давайте После перерыва И на звонки Ответим Обязательно И поговорим О достижениях А пока Послушаем Рекламное Объявление Возвращаемся К беседе С нашим Израильским Корреспондентом Ася Энтова Телефон В студии По-прежнему 847-400-5200 Если будут вопросы Звоните Ася Прежде чем Вы перейдете К следующей теме У меня вопрос По поводу Эфиопцев Которые там выступали Что затихло Притихло Кончилось Это вполне Закономерно Сегодня Заседание Глав Эфиопской Общины И на На этом заседании Прежде всего Попросили Денег Так что Все Все Встало На круги Своя Все вернулось На круги Своя Ну конечно Там было много Сказано Против Расизма Пятого Десятого Но Так сказать Сухой остаток Исправляющая Дискриминация Чтобы Эфиопов Брали На государственные Государственные Организации Там Прекрасные Условия Работы Делать ничего Не надо Квьют То есть Постоянно Уволить Невозможно И все Социальные Условия И Денег 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 И еще раз Денег В общем Этого И следовало Ожидать И Конечно Так сказать Те кто Левые Которые Организовывали Вот эти Перекрытия Дорог Когда Больные Не могли Попасть В больницу Невеста Не могла Попасть На свадьбу Лекторы Не могли Попасть На Свои Лекции Актерные Выступления Так сказать Все это Закрывается Да И еще Так сказать Они Потребовали Чтобы были Уволены Все Все Полицейские Которые Как-то Каким-то Образом Взаимодействовали А вопрос Того Что в крови Этого Подростка Был найден И алкоголь И наркотики Что до сих пор Не наказаны Те Эфиопские Подростки Которые Были С ним И которые Напали На полицейского И которые Напали На мальчика То что Не наказаны Те кто Поджигали Поджигали Амбуланцы Поджигали Полицейские Машины Поджигали Частные Машины То есть Это Это Все Остается За кадром Это Как будто Так и Надо Вот Вот Такой Вот И понимаете И политики Казалось бы Министр полиции Геладер Дан Он мог бы Тут отличиться Потому что Большинство Населения Страны Считает Такие претензии ФОПа Абсолютно Необоснованными Считает Их поведение Безобразным И казалось бы Перед выборами Министр полиции Мог бы Отличиться И Как-то Так сказать Проявить власть И навести порядок Нет Боятся Ссориться С эфиопами Не хотят Скандалов А левые партии Играли В беспроигрышную Игру Если бы полиция Жестко подавила Эфиопов Значит Были бы Вот Обвинения Вот какая у нас Принята Ниягу Плохая полиция Если полиция Как сейчас Ничего не делает И попустительствует Левым партиям Тоже плюс Вот видите Чего мы добились Для эфиопской общины Эфиопская община Бегите Голосуйте За нас За левых Ну у нас Не только эфиопы Бастуют У нас Медсестры Выходят На демонстрации Сейчас проходит Демонстрации Медсестер И связана она И с ужасными Условиями труда Потому что Медсестер не хватает Профессия Достаточно тяжелая Не очень Чтобы Сильно оплачиваемая Главное Что в штатном Расписании Есть Много Незаполненных Мест То есть Не хватает Не хватает Медсестер Нагрузка На медсестер Огромная Пациенты Особенно пациенты Определенных Секторов Которые Которые У нас Не любят Называть Это И арабы Это И эфиопы Они Так сказать Любят На медсестрах Срывать Своё зло Когда Не хватает Не подходит К больному Долго Не хватает Врачей Не хватает Не хватает Медсестер Не хватает В больницах В конце Концов Вот И медсёстры Вышли На демонстрацию Требуют Наладить Нормальные Условия Работы То есть Увеличить Штат Медсестер И как-то Они даже Не просят Больше денег Они просят Просто Чтобы были Нормальные Условия Работы Потому что Они говорят Не просто Что нам Трудно Но и больные От этого Страдают Вот И Бастуют У нас Мидовцы Уж казалось бы Государственные Чиновники Мидовцы Которые Получают Совсем Немаленькие Зарплаты У них Прекрасные Условия Они каждый раз Бастуют Они и год назад Бастовали И два года назад Бастовали Причем Как они Бастуют Они срывают Визиты Премьер-министров Другие страны Вплоть до этого Сейчас они тоже Пообещали Забастовку Нетаньягу Абсолютно Сейчас не до этого В общем Им пошли на уступки Им прибавили Тоже прибавили Зарплату Короче Сейчас у нас Горячая пора Бастуют Все Все кто угодно Предвыборная Экономика Думаю Что Америка Тоже с этим Сталкивается Предвыборная Экономика Но Предвыборная Ситуация Имеет Не только Минус Когда Всем все Дают Кто что Не попросит Кто чем Не пригрозит Ну и Коалиция В первую очередь Ликут Под руководством Нетаньягу Они озабочены Тем Чтобы не потерять Право избирателя Чтобы избиратель права Выбрал Ликут А не Партии Которые правее И Делается То Что Давно Откладывалось Идет Разрушение Незаконных Арабских Построек Примыкающих Непосредственно К Границе Муниципальной Границе Иерусалима И Это не просто Так Что Построили Незаконно Да Тут Речь идет О безопасности Потому что Были уже Случаи Когда Из таких Незаконно Построенных Плотную К еврейскому Кварталу Арабских Домов Идет Просто Стрельба По еврейскому Кварталу Значит Идет Разрушение Этих домов На что Долго Не могли Решиться И Какие-то Другие В общем Правые Обещания Не Таньягу Выступает И говорит Что он За свободную Экономику Потому что Только свободная Экономика Нам даст Достаточно Денег Чтобы укрепить Нашу безопасность А безопасность Надо укреплять Потому что Иран Так что В общем По крайней мере Какие-то Какие-то Телодвижения В сторону Правого Электората Делаются Обещают Свободную Экономику Обещают Какие-то Более Уменьшение Государственной Регуляции Чтобы было Проще Понимаете У нас С одной стороны Очень развитая Экономика Хай-Тек Там Чуть ли не На первом месте В мире Вот Только сейчас Отчитались Что В этом году Хай-Тек И какие-то Другие Примыкающие Хай-Тек Отрасли Получили На 4 Миллиарда Долларов Различных Инвестиций То есть Инвесторы Считают Что выгодно Вкладывать А с другой стороны У нас Организация Бизнеса Жутко Забюрократизирована И по уровню Вот такой Бюрократизированности Мы стоим Не на первых местах А наоборот На последних Среди развитых Стран И находим Среди Стран В общем Второго Или даже Третьего мира Нет Неагу Пообещал Это отменить Потому что Напоминаю Справа От него Дышит Ликудом Затылок Партия Зеут Пьергелина Партия Зеут Которая Говорит о том Что нам Нужна Свобода От государства Не только По поводу Религиозного Или антирелигиозного Принуждения Но и По поводу Экономики По поводу Бизнеса Потому что Если у нас Так жалуются На дороговизну Это связано В первую очередь С ограничением Рынка Ограничен Экспорт Забюрократизирована Сфера Открытия Бизнеса Жуткая Бюрократия По поводу Строительства Поэтому у нас Так мало Строится Медленно Строится И дорого Строится Соответственно Вот Нетаньягу Обещал Вот эти Вот проблемы Решить Сможет ли он И захочет ли он Их решать После выборов Это Это мы уже Увидим Потом Есть еще Вопросы Нет пока Вопросов нет Поэтому Может быть О чем-нибудь Положительном Тогда давайте О чем-нибудь Положительном Ну Немножечко О спорте Молодежная Сборная Израиля Выиграла Чемпионат Европы По баскетболу У нас Традиционно Баскетбольная Команда В общем Очень Очень Сильная Это не Не впервые Мы выигрываем Различные Чемпионаты Ну и Еврейский Спорт Еврейский Спорт Голова Это Олимпиада По математике В прошлый раз Я вам говорила Как отличилась Наша Сборная Молодежная Сборная На олимпиаде По физике А теперь Олимпиада По математике Сейчас я вам Скажу Значит у нас Там Золотая Медаль Три серебряных Медали Одна Бронзовая Медаль Хотя В общем Если смотреть В командном Зачете То конечно Израиль Еще Находится Не на одном Из первых Мест По математике К сожалению Долгое время Пренебрегали Вот такими Олимпиадами И Только Когда Подготовку Олимпиад Передали в руки Репатриантов Советского Союза Которые Всю жизнь Занимались Вот такими Международными Олимпиадами Наши Наши Команды Стали Получать Все больше И все более И более Высокие места Но пока Нам Есть куда Расти Потому что Вот Китайцы Например Сегодня Это такие Новые Очень интересуются Физикой Математикой Готовят Детей В участии Олимпиадах И занимают Многие призовые места И не только В сборной Китая Но и Та же самая Сборная Америки Там тоже Очень много Людей С китайским Этническим Происхождением Вот Почему-то Сегодня В математике Китайцы Опережают Еврея Ну и Такой Вот Может быть Забавный Случай Но Мне кажется Он очень характерен Мальчик Из Герцли Издевался Над своей кошкой Домашней И Выложил это видео В интернет И Немедленно Полиция Приняла меры Его вызвали в полицию Может быть Заведут даже Уголовное дело В общем У нас С С Защитой Защитой Животных Дело Обстоит Вполне 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 На уровне На современном уровне Так что Давайте попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста Добрый день Сергей Добрый день Скажите пожалуйста Вот Интересно Бастуют Медсестры Не хватает Медсестер Платят Увеличить штаты Так почему Их мало В госпитале Узкие штаты Или нет людей Которых Можно нанимать И то и другое И то и другое И недостаточно Ставок Я понял Я вас очень Думаю Вопрос другой А кто Назначает Зарплату Медсестерам Это Государственная Функция Или Госпиталь Аправит Большинство Больниц у нас Государственные Большая часть Но есть Небольшая часть Частных больниц Не знаю Как там С медсестрами Возможно Там другие зарплаты И нет таких проблем Но большая часть Это большая История Когда государство Улезает Это то же самое Что было в Советском Союзе То же самое Что в Канаде Когда Спрос Идложение Если Государство Если высокая Зарплата То появились бы Медсестры Люди Которые хотят Овладеть Этой специальностью Если низкая Зарплата И герой Труд Ну кто Что туда полезет У нас Да Вот эти Государственные Больницы Вечно у них Там проблемы Что они Сидят Долгах Это же нормально Это не нормально И последний удар По больницам Был нанесен Очень большими Ограничениями На медицинский Туризм На самом деле Вот такой вид Экспорта Как медицинские Услуги Больного Было много Фирм Которые Организовывали Так что больной Еще из-за границы Присылал Все свои Анализы И приезжал Это главная причина Почему я поехал В Америку А не в Израиль Израиль был С новым Мечевиками Социалистами Бенгурионом Все товарищи Ну и вот Вы сейчас Еще до сих пор Уже слепываете И скоро Выскочите Мы очень Постараемся Убрать Вот эти Родимые Пятна Социализма И тогда Будем надеяться Что Такие Такие Евреи Как вы Вернутся В Израиль Ну да Тем более Что наши Кандидаты В президенты Почти поголовно Обещают Такую медицину Практически Государственную Они называют Это медикер Для всех То есть Уничтожит Медикер На самом деле Уничтожит Частные Страховые Страховки Медицинские И так далее Давайте попробуем Принять Добрый день Слушаем Да Добрый день Меня зовут У меня Твой вопрос Я вот Вы слышали Что вы Сказали Про медицинский Туризм Значит Я Толкнулся Лично Сан Ну не я Лично А моя Родка Тут Не просто Туризм А у нас Женщина Заболела Раком Лёг В Белоруссии Мы вышли Нашли клинику В Израиле Оплатили Десять тысяч Привильного Лечения Безвизовый Въезд Из Белоруссии В Израиль Приезжает Человек С приглашением От клиники Её в тюрьму На три дня Какая-то Вот такая Морда Без всяких Объяснений Ничего Ни вопросов Ничего В тюрьму На три дня И обратно В Белоруссию Это известная Проблема Понимаете Когда Всегда Когда ставят Преграды Для преступников В первую очередь От этих преград Страдают Законопослушные Граждане У нас Очень много Людей Которые Остаются В Израиле Незаконным Образом Огромное Количество Из Украины Из Грузии В том числе Из Белоруссии Израиль Пытается Хоть как-то Избавиться От нелегальных Эмигрантов Он Вот Те Африканские Например Эмигранты Мы с ними Ничего не можем Сделать Пробуем Их Выслать Они Подают Всякие Апелляции Еще что-то И то же самое С гражданами Украины Грузии К сожалению Вы страдаете Из-за того Что граждане Вашей страны Не соблюдают Визового режима Что они здесь Остаются Что Некоторые из них Создают проблемы И поэтому Так сказать Обжегшись на молоке Дуют на воду И ограничивают Въезд Например Молодых Красивых Женщин Считая Что они Направляются Сюда Зарабатывать Определенным Образом Или ограничивают Въезд Каких-то Других Людей По каким-то Другим Соображениям Считая Что они Как-то Будут Здесь Нарушать Закон Нарушать Закон И останутся Больше Чем У них Виза Спасибо Спасибо К сожалению К сожалению Страдают Невинные Люди Это Это Действительно Очень Спасибо Огромная Ася Заканчиваем Напоминаю Что Сейчас У нас Дни Между Тесними Не устраивают Свадьбы Не устраивают Торжества Ну После 9 Ама Все Вернется На круги Своя Спасибо Огромное До встречи В следующий Раз До встречи